Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге пророка Иезекииля. И сегодня мы будем делать обзор 25 главы этой книги. В этой главе содержится 17 стихов. Экзегеты так описывают содержание этой главы. Суд начался с Дома Господня, поэтому пророки, будучи судьями, тоже начали с него. Но на нем суд не заканчивается, поэтому не молчат и они. Иезекииль завершил свидетельство о разрушении Иерусалима. В данном отношении ему велено больше ничего не говорить, а стоять на страже и ждать результата. Тем не менее, молчать он не должен. Землей Израилевой граничат разные страны, против которых ему надлежит пророчествовать, как это делали прежде Исайя и Иеремия. Он должен возвестить, что Бог вступает с ними в борьбу, в основном за обиды и оскорбления, нанесенные Божьему народу в день его бедствия. Итак, в этой главе говорится о том, что Бог начинает все свои суды с Дома Божия, то есть с верующих людей. А потом суды Божии касаются всех тех, которые враждовали на Дом Божьих и боролись с верующими людьми. Казалось бы, если верующие сами заслужили действия гнева Божия, и они прежде всего, то почему после того, как Церковь окажется на суде, потом Бог обращает внимание на всех тех, которые боролись с Церковью, выступали против нее? Потому что, с одной стороны, со своих избранных, как я часто объясняю, Бог спрашивает всегда значительно строже, чем с обычных людей. А с другой стороны, Бог никогда не прощает тех обид, которые наносят Церкви верующим людям разные посторонние народы, племена, языки и отдельно взятые люди. Потому что в Писании сказано, что те, которые касаются помазанников Божьих, они как бы тычут пальцем в зеницу Ока Божия. Такой пример нам предлагается. Итак, в данной главе звучит пророчество против Амманитян с 1 по 7 стих, против Мавитян с 8 по 11 стих, против Идумеев с 11 по 14 стих, против Филистимлян с 15 по 17 стих. «Каждому из названных народов вменяется в вину жестокое и высокомерное поведение по отношению к Израилю Божию, за которое Бог грозит дать им в руки ту же чашу иступления». Сам факт негодования Бога на эти народы должен возродить у израильтян веру в то, что, несмотря на суровое наказание, Господь не отверг их, но до сих пор признает своими и защищает их дело. Итак, хотя Господь начинает свои суды именно с Дома Божия, с верующих людей, и сейчас мы это наблюдаем во всем мире, но Бог покарает и тех, которые участвовали в этих судах, которых Господь использовал для наказания своего собственного народа. И первая позиция, первая подтема – это слова против аманитян. аманитяне и мавитяне возникают в результате инцеста, то, что описано в книге «Бытия» в связи с действиями Лота, после того, как он со своими двумя дочерьми оказался вне Содома и вне Гоморы. И мы читаем. «И было ко мне слово Господне, сын человеческий, обратилицы твои к сынам Амоновым и из реки на них пророчества». Блаженный Иероним пишет. «После взятия или осады Иерусалима, когда пришел Вавилон, а кто мог спастись и возвестил, что город вот-вот должен быть взят или разрушен вместе с храмом?» Пророческая речь по обычаю всех пророков обращается ко всем окрестным народам, ликовавшим вследствие разрушения Иерусалима и сожжения храма. «И прежде всего против сынов Амоновых, имевших главным городом Рафаф, теперь называющейся Филадельфию, по имени египетского царя Птолемея, именовавшегося Филадельфом, который владел Аравию и Иудею, сын человеческий, обрати, – говорит, – или утверди лицо твое на сынов Амоновых, происшедших из племени Лота». Получается так, что жители разных племен и народов наряду с сынами Амоновыми, они радовались разрушению Иерусалима, Иерусалим – это образ церкви, народа Божия, и разрушению храма. Но на самом деле, когда Бог наказывает верующих, когда Он наказывает церковь, это его личное отношение с его народом, и никто не имеет права злорадствовать. А кто это допускает, за это он неизбежно будет наказан. И мы читаем третий и четвертый стих. «И скажи сынам Амоновым, слушайте слово Господа Бога, так говорит Господь Бог, за то, что ты о святилище моем говоришь, а-а-а, потому что оно поругано, и о земле Израилевой, потому что она опустошена, и о доме Иудином, потому что они пошли в плен, за то, вот, я отдам тебя в наследие сынам Востока, и построят у тебя овчарни свои, и поставят у тебя шатры свои, и будут есть плоды твои, и пить молоко твое». На самом деле, евреи и сыны Амоновы, они родственники, потому что Лот и Авраам были родственниками, и когда родственное племя радуется поражению родственного племени, за это Бог нашлет чужих, которые поставят свои шатры посреди земель злорадствующих, и будут унижать и угнетать их. Итак, вот эти слова «Я отдам тебя в наследие сынам Востока», то есть придут разные люди с Востока, языка которых никто не будет понимать, и они будут нагло превозноситься над аманитянами и мавитянами за то, что они смеялись над иудеями, которые их родственники. Культурно-исторический комментарий сообщает такие подробности. «Сыны Востока, как и в Иеремии 49-28, это кочевое племя, связывают с народами, обитавшими в Мадиамской пустыне». Смотрите «Судей 6.3». Их караваны перевозили товары из различных районов Транссиордании и Палестины, и они постоянно становились объектом грабительских планов завоевателей. Смотрите «Исайя», 11 глава, 14 стих. В данном случае, однако, говорится о том, что эти племена поселятся на землях аманитян. Это напоминает египетское видение Неферти, в котором также упоминаются орды пустынных племен, которые устроились на жительство в районах, где прежде были селения египтян. Плоды и молоко, типичное благословение подразумевает, что следует радоваться и наслаждаться плодами своего труда, виноградника. В данном случае, однако, все плоды трудов становятся собственностью захватчиков. Смотрите «Изекииль», 23-29. Вся продукция сельского хозяйства и животноводства будет конфискована, и вся экономика страны придет в полный упадок. И многие люди уже сейчас рассказывают, что когда они хотят поднимать сельское хозяйство в России, они везут что-то продавать на рынок, но там при въезде на рынок им предлагают какую-то сумму, которая не окупает затрат. Если они откажутся, у них отберут силы. И опять же, те же народы Востока. И в результате разрушается экономика. А в книге «Откровения» эти люди называются «саранча из бездны», которые не причиняют вреда никому, кроме других людей. И это наказание за отсутствие братолюбия между родственными племенами. Так это понимала и преподобная матерь нашей Фросиния Полоская, которая устала мирить русских князей друг с другом во время междоусобицы, когда люди одной крови, одной веры резали друг друга. И она предсказала, что Бог нашлет народ, языка которого вы понимать не будете. Далее мы читаем пятый стих. «Я сделаю раву стойлом для верблюдов». То есть столица аммонитян, она превратится в стойло для верблюдов. «И сынов аммоновых пастухами овец, и узнаете, что я Господь». То есть за отсутствие братолюбия и вражду с единокровными людьми Бог насылает вот такое проклятие. «Ибо так говорит Господь Бог, за то, что ты рукоплескал и топал ногою и со всем презрением к земле Израилевой душевно радовался, за то, вот я простру руку мою на тебя и отдам тебя на расхищение народом, и истреблю тебя из числа народов, и изглажу тебя из числа земель, сокрушу тебя, и узнаешь, что я Господь». Действительно, Господь истребил аммонитян из числа народов, такого племени сейчас нет на планете, а еврейский народ существует до сих пор, ибо обетование Божье непреложное. И если они оказались неверны Богу, завет заключается между кем-то и кем-то, то со своей стороны Бог продолжает оставаться верным по отношению к ним. Далее, с 8 по 11 стих пророчество против мавитян. Так говорит Господь Бог, аммонитяне и мавитяне, они близкие родственники и по отношению друг к другу и к еврейскому народу. Так говорит Господь Бог за то, что Маав и Сейр говорят, «Вот и дом Иудин, как все народы, зато вот я, начиная от городов, от всех пограничных городов его, красы земли, от Беф Иешимуфа, во Алмейона и Кириафаима, открою Бог Муава для сынов Востока и отдам его в наследие им вместе с сынами Амоновыми, чтобы сыны Амона не упоминались более среди народов и над Муавом произведу суд и узнают, что я Господь». Это племя тоже пропадет из семьи разных народов, их имя не сохранится в истории, их поглотят другие народы. Далее идет пророчество против Эдумеев с 12 по 14 стих «Идумеи тоже родственные евреи и они злорадствовали, что у евреев все плохо. Даже если мы воюем с родственным племенем, мы не должны допускать злорадства, а если кто-то со стороны, Бог накажет». И мы читаем 12 стих «Так говорит Господь Бог за то, что Едум жестоко мстил дому Иутину и тяжко согрешил, совершая над ним мщение». И культурно-исторический комментарий сообщает «Пророчество о судьбе Едума и дом в начале VI века до н.э. и дом вероятно оставался нейтральный или или скорее сочувствующий Вавилону страною в ходе конфликтов, которые привели к разрушению Иерусалима. В Иеремии 40.11 сообщается, что Идум принял иудейских беженцев после 587 года до н.э. Во время военной кампании в Транссевердании Навуходоносор очевидно не достиг границ Идума, но его преемник Набонит запечатлел в своих хрониках осаду столицы Идума в Оссора в 552 году до н.э. Идум это потомки Исафа. Исаф это сын Исаака и родной брат Иакова. И вот за то, что они злорадствовали, хотя и оказывали помощь беженцам во время войны, но злорадство их не покидало, они теряются в истории. Ничего не остается. И экзегеты объясняют, едомские цари стали вторгаться в Иудею сразу после падения Иерусалима, то есть когда Иерусалим пал, они как мародеры вторглись на территорию Иудеи. Враждебность между Израилем и Домом имеет глубокие исторические корни, это мы видим в 25-й главе книги Бытия, в числах 24-18, второзаконие 23-7 и так далее. Иезекииль произнесет еще одно пророчество против Идома, это будет уже глава 35-е. «Зато, как говорит Господь Бог, простру руку мою на Идома и истреблю у него людей и скот, и сделаю его пустынею от Фимана до Дедана, все падут от меча, и совершу мщение мое над Идомом рукою народа моего Израиля, и они будут действовать в Эдумее по моему гневу и моему негодованию и узнают мщение мое, говорит Господь Бог». Вот это самое страшное, что может произойти, вот такие братоубийственные конфликты между евреями, между Израилем и амонитянами, мавитянами, потомками Лота, племянника Авраама, и между Эдомом и израилетянами. Эдом – это потомки Исафа. И братоубийственная война – это всегда проклятие сразу на две стороны. В данном случае мы видим, что проклятие ложится и на евреев, так как суды Божии начинаются с Дома Божия, и на три родственных народа – амонитяне, мавитяне и Эдом. Далее уже говорится проклятие против филистимлян, об этом с 15 по 17 стих, но филистимляне – это не родственное племя, никакого отношения они не имеют к семитам, это выходцы с Крита, даже такая точка зрения существовала, это пираты, которые пользовались Средиземным морем, чтобы захватывать разные побережья, и используя свое преимущество, у них раньше появилось железо, чем у евреев, у евреев долгое время был медный век, и оружие более слабое, и они причиняли много вреда. И мы читаем, «Так говорит Господь Бог за то, что филистимляне поступили мстительно, и мстили с презрением в душе на погибель по вечной неприязни, за то, так говорит Господь Бог, «Вот я простру руку мою на филистимлян и истреблю кретян», здесь они прямо называются кретянами, выходцами с Крита, «и уничтожу остаток их на берегу моря». Пираты старались жить рядом со своими кораблями, в случае чего можно сесть и уплыть, то есть на берегу моря, «и совершу над ними великое мщение наказаниями яростными и узнают, что я Господь, когда совершу над ними мое мщение». И в толковой православной Библии преемников Лопухина говорится «великое мщение наказаниями яростными». Имеется в виду очень сильное негодование, сильнее кажется, чем на Идумею. Совершители кары не указываются не так, как для трех прежних народов, а чем усиливается ужас ее. Почему усиливается от этого ужас, а неясно, с какой стороны нападут, то ли со стороны моря, то ли со стороны севера, то ли со стороны юга, то ли со стороны востока. Исполнение пророчества началось с нападения египтян на газу и опустошения страны халдеями, пророчески подробно описанных пророком Иеремии в 47 главе пророка Иеремии. Итак, сегодняшнее чтение, которое мы с вами рассмотрели, 25 глава книги порока Иезекииля, это урок. Никогда не воюйте с родственными племенами. Они будут наказаны, вы тоже будете наказаны, это неизбежно произойдет, и имя ваше может пропасть вообще из истории, даже имя не сохранится. Вавилонская империя была Великая империя, Ассирия была Великой империей, Римская империя, разве не была Великой империей, а где они теперь, что от них осталось? Из тех древних времен до нашего времени существует малочисленный народ, как его называют Августин блаженный, это еврейский народ, потому что они были членами Ветхозаветной Церкви. И может быть христиане сохранятся и в нашем мире, но каким будет этот мир, испытает ли он на себе Божье благословение или нет, а может быть Божье проклятие, мы не знаем. Опасность может прийти с любой стороны, она может прийти с запада и востока, она может прийти с севера и с юга, и тогда, когда никто не ждал. И уже сейчас многие люди чувствуют себя стесненно в своих домах, если говорить о нашей жизни, чужие превозносятся, командуют над нами, а тем, от кого все это зависит, им, по-моему, до этого нет уже никакого дела. Итак, сегодня мы сделали обзор 25-й главы книги пророка Иезекиэля. В следующий раз, если будем живы, Господь позволит, мы будем делать обзор 26-й главы книги пророка Иезекиэля. Подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вовремя получать информацию о новых беседах и берегите себя. Спасибо вас, Господь. Продолжение следует...